Адам, привет! Поздравляю! Потрясающее выступление! Скажи мне, перед выходом в клетку настраивался на засрочку или все-таки думал, будет тяжелые три раунда? Я всегда готовлюсь на три раунда, но я был уверен, что дальше второго раунда не дойдет. Я хотел в первом раунде красиво подвигаться, чуть-чуть тэквондо показать, я люблю ногами бить. Но это ты показал после поединка уже. Да, ну не получилось, сейчас же не виноват. Я просто каждый подготовлюсь бить ногами, но за пару недель до боя я их травмирую, я в бою их не использую. Но я очень люблю бить ногами. Ну что-то, как видишь, не получается, не успеваю. Адам, по ходу поединка сразу ты кинулся, где-то попал, и соперник был инициатором борьбы. Ожидал это от него? Знаешь, так завело, что все считают, что я не умею бороться. Хотя я бороться, конечно, умею, а я тебе балл не дам, Лех. Хочешь с одной ноги, хочешь с двух, без разницы. Но я могу побороться с любым. Я считаю, мы выступаем в ММА. Ударная техника, джиу-джитсу, борьба, переводы, локти, колени. В любом аспекте я должен быть лучше своего соперника. Адам, ты не перестаешь приковывать к себе внимание, во-первых, очень интересные выходы, очень классные композиции на выбор. На церемонии взвешивания ты подарил своему оппоненту аптечку. Как считаешь, пригодится? А я знал, что так и получится. Я ему сразу сказал, чтобы он далеко не выбирал, потому что, видишь, как его долго пытались откачать. Медики долго шли. А взял бы с собой в угол, сразу все было. Не зря же покупал. Адам, классное выступление. Третья победа к ряду. Сейчас ты будешь ждать Салим Гирея, тем более, учитывая то, что у вас есть своя история. Будешь настаивать на титульном поединке. Или все-таки ты на данный момент пятый номер. Конечно, сейчас ты еще поднимешься. Но выше тебя на сегодняшний день два Вахаевых, Джонсон и Гончаров. Помимо Салим Гирея, чемпиона. Если вдруг скажут, что до чемпионского поединка, например, он запланирован, есть время, будешь проводить с пацанами бои, кто выше тебя? Или будешь ждать титульный шаг? Все зависит от того, что мне предложат. Это первая очередь. Второе, что скажет моя команда, мой угол, мой брат. Я много принимал боев, которые не стоило принимать. И выходил не в самых лучших кондициях. Салим Гирея это один из таких боев? Да. Откровенно говоря, да. Я не буду говорить, что случилось, потому что это будет звучать как оправдание. Но даже в моей самой худшей форме он не смог меня отобить. Я считаю, что в тот день я выиграл от тебя. От того, что он шел вперед, он не выиграл. Понятно, что сейчас ты считаешь, что все будет иначе. Скажи, есть что-то личное? То есть, знаешь, как, ну, все равно, реванш, что-то же такое мужское, вернуть должок. Я к нему лично вообще ничего не испытываю. У него есть ремешок. Мне нужен ремешок. Ну, как мне, мне как бы на него пофиг. Моему брату он нужен старшему. Я ему его принесу. Вот и все. Сейчас, если из ребят, помимо титульного поединка, из тех, кто находится выше тебя, стилистически, кто был бы интересен? Вообще без обязанности, на самом деле. Но я хочу подраться с Олегом Оленичевым. Вот с ним я чуть-чуть хочу. Но он весом ниже тебя на категорию. Он весит почти как я. Я сделаю там условные. Нет, посмотри. Если ты инициатор вызова, то получается, ты должен сделать... Ну, логически. Ты должен сделать его весовую категорию. На весах ты показал достаточно немного для тяжеловеса. 112 кг. С учетом того, что я вот видел, как я ел. С учетом того, что я видел тебя каждый день. Вот я не хотел есть, просто там на халяву. Он мне, тренер говорит, тут на халяву ешь. Я как бы за себя закидывал и все. Поэтому я показал, что... В целом, ты готов был бы сделать 93 кг? Все зависит от того, что мне это будет. Ну, что мне это бой даст. По сути, он мне ничего не даст. Если... Подумай. Подумай. Я могу сделать вес, но я не знаю, в какой форме я выйду, когда я сделал 93 кг. Адам, твое выступление, понятно, что только третий бой турнира. А как считаешь, заявка на выступление вечера? Ну, не получилось, наверное, на выступление вечера. Потому что я хотел выступление вечера. Аж говоря, там, Таэквондо, там, вертушки, там, Торнадо, все готовил. Ну, блин, соперник что-то полез бороться. Я еще успел пообщаться с этими комментаторами. Они говорят, переводи, я перевел, как бы. Ну, он не защищался. Вот, трек. Я даже не знаю, что еще сказать, честно говоря. Адам, я тебя поздравляю с победой. Спасибо. Спасибо.